Всем привет! У нас новинка. Вот они, долгожданные мульчеры и молотковые косилки компании Мотенг, которую представляет в России компания Агроформат. И начинаем первый обзор продукции компании Мотенг с мульчера Миносор 240. Сразу оговорюсь, уверен, что в 2019-2020 годах эта модель станет бестселлером в своем классе. Она является наиболее универсальной, она подходит для наиболее распространенного трактора в России и странах СНГ. Ну, а сейчас поподробнее. Что собой представляет данный мульчер? Электронно балансированный вал, который мы покажем несколько позже. Трехточечная навеска с системой гидравлического смещения. Вот спрятан здесь аккуратно гидроцилиндр. Усиленный, серьезный, гораздо более крупных размеров, чем стандартно, редуктор, укомплектованный обгонной муфтой. Усиленные направляющие. Здесь, если я приближу, видно, как сделано все грамотно, толково, качественно. Каждая мелочь, каждый элемент, каждая покраска. Даже заглушки у нас с фирменной буквой МОТЕНГ. МОТЕНГ. Что означает... Привод у нас на четырех ремнях. Есть система контроля натяжения, так как идет уже на профессиональных вульчерах. Рукава высокого давления для подключения к трактору, для дальнейшего смещения влево-вправо. Фиксаторы. Обратите внимание, это не просто фиксаторы, кусок трубы или кусок пальца выточенный. Все сделано с любовью, аккуратно, четко. Защитные цепи, подножка опорная, для того, чтобы при отсоединении от трактора он не заваливался на какую-то из сторон. Особенностью модели Миносор, в принципе, является специфическая конструкция ее лыжи. Она сделана таким образом, что независимо от скорости движения, от биомассы, по которой работает мульчер, эта лыжа не набирает на себя биоматериал, биомассу, лозу, ветки, траву, что способствует более быстрой и более качественной работе. Не нужно будет постоянно останавливаться для очистки. Рабочий вал. Обслуживаемый. Здесь товотница. Прикатывающий каток. Так самообслуживаемый. Очень серьезное усиление. Гораздо более мощное по сравнению с дешевыми мульчерами, которые не будут подвергаться деформации и так далее. Если мы заглянем под крышку, а у нас крышка регулируемая сзади, открываемая, мы увидим вал большой мощности, большого диаметра, с молотками 1,2 кг. Есть пассивный нож. Обратите внимание, все закрыто. Все подшипниковые узлы подвержены наименьшему влиянию агрессивной среде, в которой работает мульчер. Здесь у нас так само товотница для обслуживания приводов, ремней. Есть переключатели, не переключатели, а в данном случае фиксаторы болтов, для того, чтобы можно было отрегулировать угол наклона крышки. Можно работать с закрытой крышкой, можно открыть. В таком случае у нас будет измельчаться биомасса на более крупную фракцию, но это позволит работать мульчеру с гораздо большей скоростью. Сразу оговорюсь, что данная рама, данная конструкция модели Minasor доступна в моделях 240 и 260. Модели 200, они идут на более простой раме. Они идут без системы автоматического регулирования натяжения, но тем не менее на работу это никоим образом не влияет. Особенность заключается только в специфике рамы и конструкции. Так как этот мульчер широкозахватный, его масса очень велика. Собственно говоря, поэтому завод перестраховывается и ставит здесь именно эту систему. Обязательно наклейки, предупреждающие об правилах безопасности. И, конечно же, пенал для инструкции, для ключей, ZIP. Обратите внимание на качество изготовления каждого элемента, саму конструкцию мульчера. Она, косилка мульчер, укомплектовывается вот таким вот карданным валом. Стандартно в нашу страну поставляются валы с выходом под вал отбора мощности восьмерка, то есть на МТЗ подходит, не надо ничего придумывать, никаких переходников, подключили и поехали. Если у кого-то что-то нестандартное, мы всегда находим решение, мы поможем, посоветуем, подберем. Очень часто для заказчика это не будет стоить практически ничего. Любые вопросы, заявки, пожелания, консультации, пишите, звоните, будем рады ответить на все вопросы.